Выражая солидарность с коллективом ДК МИИ, искренне поддерживая авторитет моего руководителя Владимира Николаевича Маркина, на которого оказывается давление руководства МИИ и дискредитация его в глазах коллектива МИИ и всей общественности, и ввиду невозможности работать в сложившейся ситуации, прошу уволить меня по собственному желанию с 21 июля 2016 года. В связи с создавшейся невыносимой ситуацией, сложившейся вокруг ДК МИИ, игнорированием обращений трудового коллектива к руководству МИИ, постоянным давлением со стороны администрации МИИ, грубым нарушением законов Российской Федерации, выразившихся в переводе сотрудников ДК МИИ из учебно-воспитательного процесса в административный, травлей нашего руководителя Владимира Николаевича Маркина, «Прошу уволить меня по собственному желанию с 21 июля 2016 года». В связи с создавшейся проблемной ситуацией вокруг ДК МИИ, систематическим игнорированием обращений нашего коллектива к руководителям МИИ, создавшейся нездоровой обстановкой вокруг нашего директора Владимира Николаевича Маркина, «Вынужден написать заявление об уходе, руководствуясь своим неприятием того давления и негативного отношения к работе работников ДК МИИ. Прошу уволить меня по собственному желанию с 21.07.16». Если лягушку поместить в кипящую воду, она выпрыгнет. Но если она будет находиться в холодной воде, которая медленно нагревается, то она не будет воспринимать опасность и будет медленно погибать. Именно по этой схеме работают экономические киллеры и юридические аферисты, пришедшие три года назад в МИИ. Они пришли нас медленно убивать. Здравствуйте. Василий Попович, заявление о заболевании. Никита Георгиевич начальник. Как? Никита Георгиевич? Никита Георгиевич. Кабин 216. И 216. Спасибо. Можно к вам? Да. Здравствуйте. 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 Мы коллектив Домокультуры Моилки. Можно мы будем снимать? Спасибо. И общеников Наталь Бутринна. Белова Елена Валерьевна. Людмила Немич. Мужчины постоянно. Валерия Лирочек старается. Золот в французе. Сложилась необходимость нам подать заявление об увольнении по собственному желанию. Готовы вас обсуждать? Естественно, готовы. Я первая озвучила свою позицию, она у нас выработана, мы это обсуждали, мы это болезненно все проживаем. Я работаю давно, была менеджером, то есть когда была организация, то есть с одной должности переходила к другому. То есть для меня это коллектив родной, в этом коллективе я уже много-много лет работаю, все это знают. Сколько ты лет? Работала с 2003 года. Что? Да, давно. Давно работала. Значит, та позиция торгового коллектива, которая была выражена в некоторых обращениях, когда руководство не было услышано. То есть идет какая-то непонятная конфронтация, постоянное давление со стороны администрации, приказы определенного характера. Ну, как бы я понимаю, в данном случае есть какие-то скрытые интересы, возможно, чьи-то, не знаю, не берут судители, не мали это дело. Я считаю, что в данном случае грушаются законы Трудового кодекса и Российской Федерации. Полная идет реорганизация нашего учебно-воспитательного процесса, который проходил в ДУК, на переполе чисто административной. И мы с Бурей это все переживаем. Ну, соответственно, самое главное, в травле нашего руководителя Владимира Николаевича, потому что мы один коллектив, мы его очень глубоко любим, уважаем, ценим, видим его вклад, видим его участие во всем этом процессе. Потому что нам реально как бы и больно, и жалко, что так все это произошло. Когда происходят такие события в институте, вы знаете, это не здорово для всего института. Более того, я прошла, посмотрела информацию в инете и везде, это просто ситуация ужасная. Для института это ужасная ситуация, понимаете? Я задавался в этом институте давным-давным-давным. Я тоже училась недалеко здесь. Нет, я в МИИ заканчивала в МИИ. А я рядом училась в институте. Я знаю это место, этот институт. И ДК был всегда, поэтому в данном случае... Я не знаю, что происходит, понимаете? Мне кажется, ДК сейчас теряет свое значение, как центр. А почему теряет? Работа там ведется, кружки работают, мероприятия проходят. И местные, и коллективы, и народный хор, народные инструменты. Вот то есть график мероприятий... По-моему, у других институтов такого нет. Кого-то не устраивает? В чем вообще проблемы? Какие-то обосновывания, претензии к чему? Вся работа велась, коллектив работал только на... И доброе имя Владимира Николаевича, и на репутацию, и проведение. Вы зайдите, пожалуйста, посмотрите все праздники. Или кто-то этого не видел. У меня вот дети, которые в институтах, они не знают даже, что такое ДК у них в институтах. И тем более, никуда не ходят ни в какие кружки. Я вот завидовала студентам, которые учатся в МИИ. И театр тут есть, и спектакли замечательные. Вот весной была трансляция. А студенты только спросили. Вы сейчас не ехали. Никто ничего не знает. А вот что будет? Все вообще только мы в шоке от того, что это происходит. Вы знаете, решение принимал не я. А к кому? Поэтому принимал провектор, исполняющий обязанности. А провектор вообще учитывает мнение? Ну, вопросы к нему. Сады военных, людей. Дети имя отчества. Наталья Дмитриевна? Есть же студенты, которые что-то теряют. Ну, вопросы к нему после решения принималось и провектором. То есть, где провектор? Ну, на каких основаниях это принял. Это Роганев, правильно? Нет, провектор подписан под родников. То есть, вопросы к родникам. Задал тогда ему, почему принял такое решение. Насколько я знаю, он в отпуске. Почему в отпуске? На месте. Уже на месте? Уже, но был на новом отпуске. Да. Нет, он давно был в отпуске, он же давно вышел. Ну, когда он выпустил? Ну, неделю он где-то здесь уже. А, уже неделю здесь? Мы не в курсе, здесь, не здесь. Но хорошо, но если это его инициатива, почему ему не провести встречу с сотрудниками? Или мы что? Мы кто вообще? Наше мнение тоже должно учитываться. Мне жалко, что происходит ситуация, где страдает репутация моей в первую очередь. А это вообще даже не обсуждается. Всем студентам, которые свои лучшие годы проводили в ДК, тоже, я думаю, и выпускникам, тоже и больно, и обидно, и они это все расскажут и детям, и внукам, и всем. Репутация не лучше. Да, не лучше, тем более, когда сейчас... Это уже свершившийся факт, уже история. Приемная комиссия сейчас работает. О, это комиссия и вверх. Да. И лицей, я знаю, в ДК. Да, извините, извините, отвлеклись по вашему заявлению. Значит, по моему личному заявлению я вам выразила свои позиции. Да, я планирую. У меня это вот просто ради души. Я не могу в таких условиях... Я ректору вашу позицию передать. И мне бы хотелось все-таки позиции, помимо того, что я излагаю, я прошу свое добровольное желание уволиться по собственным желаниям. Данной, сложив ситуацию, я работать не могу, не хочу. Ну и... Не буду. Ну, жалко, когда, еще раз говорю, люди, которые болеют за дел, уходят. Может быть, тяжело просто в такой обстановке, это не реально. Притом истично, через пить постоянно был, по сути, сплочен. Сейчас Федотов, Федотов будет назначен, вы же его знаете, да, вы же с ним работали вместе, с Федотовом. Андрей Михайлович, ну, начальник управления воспитательной работы и социальной доступности. Мы для Чехина хорошо знали. Да. Мы не будем для Владимира Николаевича работать. Я не... Ну, я понял. Хорошо, я понял. Не потому что, я не знаю, но я могу с ними познакомиться. По-моему, лучше. У меня будут с ними прекрасные отношения. Он лучше в своем деле будет. Я буду работать только в своем направлении. Да, тут надо... Даже непонятно, кем можно его заменить просто. Надо в первую очередь смотреть, чтобы интересы делать все это. А уже потом... Пусть руководство и... Хорошо. ...принимает решение, видит нашу позицию гражданскую. Мы вот будем увольняться. Не будем. Мы все, я вот лично считаю, что я уборен. Надеюсь, что мы как бы быстро все эти вопросы решили. А там уже как сложится, знаете, может быть, и придем обратно. Может, и вернем. Правильно? Да. К вам же придем, напишем заявление, и вы нас восстановите. Если уже сложенный коллектив. Нужно найти коллектив. Сложенный. Конечно. Не только коллектив и люди, это же самое ценное всегда в любой ситуации. Естественно. Человеческий факт. Да. Уходят люди, но это... Наберите всех, кого не попадем. У нас все по одному взгляду. Вот. Рукой махнул, все знают. Куда что. И подменить, и сказать, и подсказать. Все. Понимаете? И чтобы собрать таких людей костяк, это надо было годы и годы. Найдите таких людей. Не найдете? А с таким руководством, может, у вас институт развалится, я не удивлюсь. Ну, давайте мы не будем про развалить. Это я уже как бы вам на будущее говорю. А время покажет. Сейчас мы телефонами обменяемся, и время покажет, что с институтом будет. С таким вот напором. Значит, это вот моя личная позиция. Тоже прошу уволить внимание по социальному желанию в связи с невозможностью работать в таких семьях. Ну, у меня тоже позиция. Я художником работаю, да. Просто невозможно в такой обстановке работать. Очень тяжело. Давление и охрана постоянно тоже. Конечно, хотелось бы, чтобы изменилось в лучшую сторону. Потому что очень тяжело и грустно. Тем более творческий потенциал. Он подавляется. Очень грустно. Тяжело. Вот просто. Никакого вдохновения даже. Мила так вообще она, творческий человек. Она просто уже ничего не делает. Ну да. 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 Такой нервотрепки. Это надо сосредоточиться. Какой-то выдать результат. Да. А не то, что там полы помыть или там что-то. Организация это одно. Это. Съемка, да. Это же не просто. Ну, тяжело, конечно, что-то говорить. Да нет. Я понимаю прекрасно. Как он, как он жил с этим, жил все, можно сказать, свое. Что творческий человек должен творчески с ним выражаться. А у нас одна нервотрепка. При этом, что мы кто в отпусках, кто где, никто не понимает, что происходит. Никто не разъясняет. На сайте, извините, института размещено. Руководство очень озабочено. Значит, все озабочены маркером. А никто не озабочен поведением руководства. А где нам выразить свою озабоченность? Нам вот тут стать стартапарантами? Владимир Николаевич за себя сам отвечает. Он руководитель. Это его право. Он уже был на коллективе и свои тоже права и свои отношения. Вектору я доложу о нашей сегодняшней встрече и о тех вопросах, которые были на ней рассмотрены. Вы высказали, какие ответы. Я это вам обещаю, что вектору и я так. Хорошо. Спасибо. Я Владимира Николаевича знаю очень давно, как бы с молодых лет. И вот то, что сейчас с ним происходит, у меня просто тут сердце крови обливается. Потому что человек доводит просто на пиву горячки. Я его таким не видел, понимаете? Вот он же руководство, когда сейчас пришло, уже два с половиной года, по-моему, да? Или три года практически. До этого, насколько я знаю... В 13-м году. Да. До этого я знаю, что работали. Все, все нормально. С чем связана вот эта сейчас ситуация? С предвыборными его делами? Нет. Вообще есть. А с чем? С Сминным планом. Мы тоже не понимаем, у нас есть догад. Ну, Владимир Николаевич Маркин – это лицо института. Это очаг культуры, да? Вот мы, действительно, вся Москва завидовала. Это я сам... Это шитарный, да. Шитарный. Я доверился, что он раз такой. Здесь вот я с молодых ногтей, что называется, тут на фестивали на всякие приезжал. То есть это очаг культуры реально, да? Если это развалить... И это всегда было связано с Владимиром Николаевичем? Именно. Мы не просто говорим голословно о каком-то Доме культуры, где что-то все происходило. Это вообще не разрыв. Мы же, если в моевском логике же тоже дисконтировали. Это все ассоциации с Владимиром Николаевичем. А годы одни и те же у нас. Просто у нас сформировавшийся коллектив такой плотный. И правильно Наталья сказала, мы иногда друг друга подменяем. Я могу камеру сейчас взять и снимать. Творческий коллектив. Мы универсал. Что сейчас происходит и считаем, что грех это развалить. Мне очень тяжело, конечно. Мне не жалко, что происходит такая ситуация, когда, как вы говорите, творческий коллектив начинает разваливаться. Но он не суться разваливаются. Да, его разваливают. Мы все не просто трудовой коллективы, мы все творческий коллективы. А вы считаете, какой исход событий? Я пока ничего не считаю. Я смотрю, как дальше будет, что. Но вы же кадрами занимаетесь. Вот вам кадры нужны? Нормальный коллектив? Нормальная работа? Вы же сами ставите вопрос, знаменит ответ. Кадры везде нормальные. Вы как бы за нас. Что вы уходите, вы сожалеете. Нет. То, что коллектив разваливается и страдает дело, страдает репутация моей, знаете, для меня это не откровенно, и вы же, что больно. Откровенно. Нас это, позиции ваши, именно это. Очень радует. Да. Поэтому, может быть, я не знаю, вам еще раз все-таки подумать по поводу увольнения. Нет, мы будем увольняться. Не торопиться. Нет, мы увольняемся. Да, мы уже решили просто. Когда оно, допустим. Очень тяжело. Изменится. Вы готовы? Мы готовы вернуться. Мы готовы вернуться. Очень тяжело. Но данное решение наше уже не обсуждается. Мы его долго вынашивали. Мы это делаем. А, в принципе, готовы к диалогу. Если можно, ваш контактный телефон. Да, конечно. Интересно, а чужие и пришлые знают гимн МЭИ? Они читали придуманный Маркиным обновленный текст. Они слышали знаменитую аранжировку, которую записал Владимир. А ведь гимн МЭИ поют студенты, сотрудники, выпускники, все МЭИшники от знаменитых искателей, у которых принял эстафету Владимир Маркин, до не менее знаменитого хора, который был создан при директоре ДК Владимире Маркине. Мы из МЭИ. Мы можем сдвинуть горы. А мы действительно из МЭИ? И правда что-то еще можем? МЭИ. 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 МЭИ.